Программа выходит при поддержке сети АЗС Движения. ТРАССА 101 День добрый, в эфире большая автомобильная программа ТРАССА 101. У микрофона Владимир Сметанин. То, о чем пойдет речь в сегодняшней программе, думаю, знакомо в первую очередь многим представителям старшего поколения, тем, кто ходил в школу или, по крайней мере, начинал ходить в школу еще в Советском Союзе, тогда повсеместно существовало в том числе множество кружков технического творчества, были станции юных техников, где мальчишки, юноши создавали и испытывали различные средства передвижения, наземные, наводные, воздушные и так далее. Это была такая подготовка к взрослой жизни, к серьезной профессии. Ну, а что хочется спросить сейчас происходит? Если в нашем городе люди, увлеченные автомоделированием, на чем они работают и какая у них техническая база, проводятся ли различные мероприятия, встречи, соревнования, насколько дорого заниматься этим, в конце концов. И вот об этом я сегодня собираюсь поговорить с представителями и активистами сообщества RC Club 43. И представляю их по очереди. Евгений Литвинов. Евгений, приветствую. Добрый день. Илья Галанин. Добрый день. Здравствуйте. И Сергей Семенов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Семенов. Ну, все как рост и немножко все было просто не до этого. Ну, были в детской машинке, потом взрослел-врослел, вроде взрослая жизнь, там 18, 20, 25. Ну, все как-то не до этого, не удалось. В то время ездил по городам России, работа была в командировках, и случайно забежал просто в магазинчик, увидел вертолет, думаю, ну, почему нет, хочу... Это были 2000-е, наверное, годы какие-то вот такие, влевые. В 2010-е это было, тогда уже попозже. Увидел, купил, понравилось, увидел машинку потом в Кемерово тогда был, купил, понравилось. И... А это была не обычная, не бытовая модель? Это уже чуть побыстрее, да. Профессиональная, можно сказать, уже ближе к этому уровню. Не совсем прям профессиональная, но просто быстрее обычной машинки, которая в обычных детских магазинах продается. Потом приехал в Киров, узнал то, что у нас маленький такой совсем есть магазинчик в 2010-м году, и можно, грубо говоря, запчасти не искать, прийти там, купить все. Там познакомился со своим лучшим другом Сергеем, ну, к сожалению, сейчас его с нами тут нет. И вот так зашло то, что узнал то, что, в принципе, вообще в природе существуют большие машины, мы с этим товарищем объединились и стали вместе, купили себе там одну машинку на двоих, потом по разной, и пошли кататься. И, грубо говоря, просто выходим на улицу, играем с машиной, прогуливаем. Просто по обычной пешковой дорожке, по обычному асфальту. Кто-то собак прогуливает, мы свои машины прогуливаем. И так потихонечку начали встречать, так скажем, прямо на улице знакомых, кому это тоже интересно. То есть так знакомились, люди так же покупали. То есть примерно одного возраста мы все были, и вот так, так скажем, наше сообщество, вот так вот на улице мы все и встретились, по большому счету. То есть люди, видимо, подходили и интересовались, да, ой, что за тачка, дай погонять, дай попробую, где взял, где можно нечто подобное. Расскажи, пожалуйста, что такое и с чем это едят. И вот так вот в нашем клубе, мы так все и познакомились. Один-второго просто где-то на улице увидел, как-то пересеклись по интересам, узнали, как зовут. И теперь вот постоянно поддерживаем связь. И вот наше хобби теперь оно заключается. А я думаю, надо провести вот четкую грань, или вообще есть ли она четкая грань, между теми радиоуправляемыми моделями, которые в широкой массе продаются, да, в различных магазинах, в том числе детских игрушек. По стоимости я, как отец, тоже представляю, сколько это все стоит. Принципиальные различия есть какие-то? Конечно. Мы проще их сразу оцениваем. Есть две категории. Есть модели, есть игрушки. Игрушки – это все просто, что продается в обычных детском мире, дочке-сыночке, обычной машинке просто для дома. Ты кнопку нажал, она просто едет. То есть, начиная где-то буквально с 300-500 рублей. Да, до 5000 – это все игрушки. Они все для дома. И, как правило, они не обладают пропорциональным управлением. То есть, вы газ нажали, она сразу едет на максималку, сколько она может. Все, нельзя контролировать газ. И, как правило, на игрушки никто никогда не выпускает никакие запчасти. Если что-то сломалось, ну, как правило, это приговор для игрушки. Да, можно выкидывать. Да, то есть, никто отдельно не заморачивается, эти шестеренки никто отдельно не продает. Это одна из самых слабых сторон, да. Как отец знает, приходится иногда ремонтировать, а сын просит, папа, у меня что-то машинка не едет, посмотри, пожалуйста, ты ее раскручиваешь, ну, там просто шестереночки уже просто в нуль стерлись. Ну, конечно, чего там крутиться-то? И расчет на то, что игрушки сломалось, выкидываем, покупаем новую, как и, ну, большинство таких простых дешевых вещей. А модели, это уже совершенно другой подход. То есть, уже принцип трансмиссии взят как с обычного большого автомобиля. То есть, там такие же привода уже металлические по большой части. Вся трансмиссия идет на подшипниках, система дифференциалов. То есть, уже все совершенно по-взрослому. Рулевая трапеция. И самый большой плюс в том, что полное управление, оно идет пропорционально. То есть, как педаль газа в настоящей машине. Как видите, сколько нажали педальку, сколько едет. Чем тебе воздействуешь, тем, собственно, быстрее можно едет. Да, то же самое и на полете такой курок газа специально. То есть, сколько нажали, столько машина едет. И рулевое колесо точно так же. То есть, сколько повернули, столько она и повернулась. Это позволяет полноценно контролировать машину уже на трассе. Плюс уже совершенно другая аппаратура, другого уровня идет, помехозащищенная. То есть, хорошей аппаратурой 100 метров и 200 метров бьет. То есть, ну, сколько. Зрение позволяет машину контролировать, она слушается. И уже аппаратура помехозащищенная позволяет до 300 пилотов одновременно в одном месте управлять машинами. У каждого своя чистота. И они не будут друг друга замешиваться. То есть, это позволяет в одном месте одновременно нескольким людям, грубо говоря, ехать по одной и той же трассе. Ну, и плюс в том, что уже модели, они все рассчитаны не для помещения, они именно для улиц. То есть, с запасом прочности. Совершенно другой пластик используется, более эластичный, такой композитный, полурезиновый. И огроменный плюс в том, что на модели отдельно выпускают комплектующие, как на обычный большой автомобиль. То есть, вы купили какую-нибудь там Lada Grand, у вас в рычаг сломался, вы пошли, но вы купили, поменяли, точно поехали снова. В моделизме то же самое. Если что-то выходит из строя, можно... Она вся из расходников, да. То есть, все отдельно, полностью все разбирается, все комплектуется, все продается, все можно будет починить, отслужить. А мы сейчас говорим только об электрических моделях. Вот, честно признаюсь, у меня большой восторг вызывает в первую очередь маленький бензиновый двигатель, который тарахтит вот там, да. Все верно. Выхлопные газы, вот прямо у меня такое умиление, такой восторг от этого всего. Это в том числе эти, да? Они актуальны, да, и ДВСные машины на нейтрометане, специальное топливо. Но сейчас они, как правило, отходят. Почему? Потому что раньше электродвигатели, регуляторы скорости, они были безумно дорогие. То есть, они ехали вроде как наравне и нейтрометан, и электромашина. Но по стоимости нейтромашина, она была заведомо дешевле. То есть, ее просто содержать физически было дешевле. Поэтому они были более распространены. Но КПД, коэффициент полезного действия у электродвигателя намного выше, и он более долговечный. Он менее прихотливый. То есть, вы аккумулятор зарядили, все, машина там уверена, час смело будет ездить в режиме прогулки. Не в режиме агрессивной гонки, а в режиме прогулки. С нейтродвигателем так не получается. Он постоянно, но ему что-то нужно. То есть, сменилась температура, одни настройки. Влажность повысилась после дождя, вы поехали кататься, машина просто не будет заводиться. Она требует других настроек. То есть, не каждый, даже взрослый, сообладает с такой машиной, а что про ребенка говорить. Вообще так, более серьезная и кропотливая работа получается. Да, то есть, у нас часто в моделизме мы пойдем куда-нибудь кататься, и частенько, когда толпой собираемся, грубо говоря, всего, допустим, 10 моделистов, из них 9 на электромашинах, один на нейтрометане. Вот пока один дергает, ее заводит. Мы уже все откатались, там уже и поломаться успели, и уже аккумуляторы сели. И разошлись уже. Да, уже собираемся домой, а он уже замерзшими руками все еще завести ее не может. А почему электроэлектричество стало более распространенным? Потому что это более доступным по цене, да, со временем стало? Сейчас, да, со временем стало более доступным, да, конечно, более надежным. И уже, да, понимание приходит у моделистов, что я лучше немножко переплачу, но уже я не буду как бы страдать из-за того, что у меня нитро, я купил электро, и все. Я знаю, что я аккумулятор зарядил, она у меня поедет точно. Какой суммой надо располагать, чтобы влиться в ваш коллектив, так скажем, чтобы стать вашим коллегой, единомышленником? Ну, вот мы обозначили эту планку, все, что до 5000 рублей, это все? Это все игрушки. Это все игрушки, это не стоит такого серьезного подхода. В моделизме машины делятся не столько по цене, сколько по масштабам. То есть есть все как от настоящей, то есть если мы берем обычную машину, это масштаб один к одному, и в моделизме все делится по масштабам. Один к пяти, один к восьми, один к десяти, один к шестнадцати. То есть уменьшение в пятницу? Да, уменьшение. Все верно. И то есть, соответственно, чем меньше машина, тем дешевле она стоит, тем проще у нее стоят комплектующие. То есть самая доступная – это модели один к шестнадцати. Но они как бы такие, они вроде как просто взрослые игрушки. Или тоже как переходные. Да, да, да. То есть именно понять, надо это, не надо, стоит, не стоит. То есть для ребенка это идеальный вариант шестнадцатый. Маштаб взрослому, она все равно покажется игрушкой. Хоть она и быстрая, хоть она шальная, хоть она обслуживается запчастями. И органы управления у нее с тех функциями, о которых вы уже сказали. Но размер все равно маленький. Проходимость, конечно же, не такая. То есть вроде ты держишь ее в руках, то вроде как бы, да, она достаточно крупная. Но стоит любую машину поставить на землю, даже один к пяти, там, здоровую, метровую. Она все равно кажется маленькой, даже на траве. Поэтому самый распространенный масштаб для соревнований уже таких серьезных взрослых – это один к восьми. Крупнее один к пяти – это уже слишком дорого. Это, ну, совсем прям для ценителей. Один к восьми – это примерно полметра в длину. Примерно, да, полметра. Примерно пять килограмм уже машина весит. Скорость там порядка ста-стадвадцати в пике может разгоняться до ста-двадцати километров в час. Вот. И сколько это стоит удовольствие? Если взрослый комплект… Минимальный парок. Один к восьми – минимум сейчас в наших реалиях, ну, около пятидесяти тысяч. Ну, с учетом того, что произошло в последнее время с ценами, с поставками и так далее. В общем, полсоточки-то надо. Ну, это будет уже полный комплект с зарядным устройством и аккумуляторами. Это помогает. Ну, это адекватная цена. То есть все, вот можно брать и все, можно участвовать на таком хорошем, высоком уровне. Да. Это уже можно даже, так сказать, на соревнования взять, собраться и поехать. А вы, Евгений, как пришли? Как окунулись в это во все? Или все из детства тоже, да? Нет, не из детства. Чисто случайно с семьей, с ребенком в новогодние праздники как раз-таки пошли погулять на театральную площадь. И там вот как раз встретили Илью, как он и рассказывал, что вот мы все познакомились. Непосредственно на месте. Да, они пришли, и я увидел, и я вот прям в детстве всегда хотелось, но не было возможности. А тут как бы я уже взрослый человек, самодостаточный, я мог себе позволить. Я такой вроде класс, хочу. Ребенок еще немножко маленький, но у нас все говорят, что это для детей. С перспективой на будущее. Это для ребенка. Я вот как бы сначала познакомлюсь, потом ребенка к этому подтяну. Ну, ребенку было еще полтора года тогда. Но он тоже как бы за моделями смотрел, ему тоже было интересно. И так вот я пришел к Ле, с Сережей в магазин, и заказал модель. Меня они там сколько-то, недели через две привезли. И я вот с того времени, это уже получается порядка лет восемь назад, я пришел, и вот, и все, и с ними практически каждый день пересекаемся, где-то обсуждаем. То есть любые какие-то мероприятия, я всегда с ними их поддерживаю. Причем вставку сейчас вставлю. Достаточно интересно, что вот как с Евгением, как с другими нашими друзьями. Мы познакомились на машинках, но в плане то, что мы все равно взрослые люди, как какие-то вопросы, они у нас просто, это был повод для знакомства. И какие-то другие, любые насущные вопросы, да, так же без проблем, уже дружим, то, что где-то куда-то там даже семьями пикники, там что угодно, собираемся такие большие. Что-то помочь друг другу по хозяйству еще. Да, то есть интересно то, что любые возраста, и это именно сближает людей. То есть в нашем круге общения есть и совсем молодые ребята, там 14-15 лет, 12 лет. Есть взрослые, кому уже 45-50, кто уже прям, у кого даже внуки уже моделизмом занимаются. То есть, ну, так интересно то, что сближает именно, неважно какого ты возраста, то есть совершенно возраст вообще не имеет значения, тебе нравится, а ты с нами. Сергей, ну, чтобы вас тоже не обидеть, чтобы вы поучаствовали, хотя бы несколько слов. Вы как пришли к этому? Ну, я, наверное, самый молодой из всей компании зашел в эту тему, наверное, позднее всех. Но, как и у всех, была мечта. Тоже на улице увидели? Нет. Или пораньше? Это, наверное, было из детства, что нужна машинка на пульте управления. Как бы мы все родились в СССР, и у нас не было полноценного, скажем так. Я помню, все машинки эти были, они на проводе. Да. А вот я ни разу, по-моему, в советском детстве не видел радиоуправляемую модель. Совершенно верно. Я согласен, что какой-то вакуум существовал, какой-то кирпичик, который не положили внутри тебя. Да, 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 да. Ты увидел. Вид этого увлечения. Сначала в интернете, потом к Илье в магазин зашел, Сергей, и загорелся. Ну, надо. Купил одну, понравилось. Давай вторую, понравилось. А вот я сейчас об этом спрошу как раз, да. Интересно, о чем не узнать. Это такая страсть, все хочется новые и новые модели, все хочется, не знаю, существующую апгрейдить, улучшить. Или вот все-таки автомоделирование еще и связано с тем, что ты еще и коллекционером становишься. То есть у тебя появляется новая, новая, новая модель. Это условно тем, что в моделизме нет одного класса общего. То есть помимо масштаба, о котором мы с вами проговорили, есть еще разные классы машин. То есть как и вот настоящие большие машины по аналогии. То есть есть, допустим, Феррари, она быстрая, есть ползающий УАЗик, который ездит по болоту, внедорожник, который совершенно для другой стихии. Точно так же в моделизме. Есть машины скоростные, которые больше по трассе заточены. Есть машины для универсальные, такое как дворовые, и там, и там поедут. Есть конкретно, допустим, уже какие-то краулеры, которые быстро в принципе не ездят, но зато колоссальная проходимость обладают. Ну, то есть по аналогии с большими машинами, то есть внедорожник, паркетник, кроссовер, который вот где-то между, да, что-то, и совсем абсолютно легковой автомобиль. Ну, конечно, то есть ты купил одну, попробовал, поездил, думаешь, да, интересно, но она интересна, как только в своем сегменте, на что она рассчитана. Думаешь, ну вот, если ты купил быструю, ты на ней не сможешь никак поползать в силу ее технических особенностей. Ну, когда-то хочется. Думаешь, ну, эту ты не заставишь ползать, значит, надо брать другую, которая именно ползает, чтобы именно ощутить этот кайф. И поэтому, конечно, да, разные классы, разные масштабы. У вас сколько сейчас насчитывает коллекции у каждого? Только не говорите, что даже жена не знает, сколько их у меня где-то там в гараже стоит. В пике этой коллекции, ну, это балкон, назовем так. Балкон. Да, полноценный балкон. То есть, ну, около порядка там, минимум моделей 5-7. У меня 6. 6 моделей, да. Плюс колеса, аккумуляторы. 11 моделей, вот так вот. Ну, я, нет, я, честно, на самом деле не шучу, да, наверное. Семью иногда не стоит ставить в известность, да, сколько стоит это вовлечение. Там, по аналогии с рыбаками или охотниками, я купил набор блесен, который стоит безумных денег. Лучше жене об этом не знать. Соревнования по автомоделированию, вообще какой уровень областной, региональный, всероссийский, как поучаствовать в них, какие там условия. Я накануне посмотрел сюжет, ГТРК наш снимала, по-моему, 4 года назад. Они ежегодно проходят? Нет. Эти соревнования нет, не ежегодно. В Кировской области у нас, в принципе, как таковых соревнований без нашей инициативы, они не проходили никогда. Есть соревнования по кордовым моделям. Кордовая модель это? Это по, как это объяснить-то, по трассе фиксированной, то есть они вот, может быть, в детстве видали, как по рельсам модельки ездили. Ну, да, да. Вот у нас... По кругу. По кругу, да. Только у нас есть вот этот... Как правильно? Коллеги, помогайте. Не дом технический. Сюд? Сюд. Сюд, да. Станция юных техников. Станция юных техников. Вот, у них там такая трасса есть, и вот у них соревнования проводились. А вот в плане радиоуправляемых моделей в городе никто их не проводил. Вот мы тогда договаривались, собирались и... Это вот 4 года назад? 4 года назад, да. Мы проводили... У вас там трасса была такая интересная, сложная. Мы ее... Полторы недели вы ее готовили там. Сами строили, да. Ходили там по полдня, активистами строили. А так, это у нас было тогда по внедорожникам соревнования. А по быстрым моделям мы в основном ездили в другие регионы. Это Удмуртия, это Пермский край в основном ездили. А так соревнования проводятся в каждом регионе, в каждой области. Самое крупное, конечно, проходит в Москве, в Санкт-Петербурге. Регулярно? Регулярно, да. Не по одному разу в год еще, наверное. Нет, у них проходит прям Кубок России, либо Чемпионат России с этапами. То есть там, если Чемпионат России, то обычно там 4, 5, 6 этапов с интервалом в полтора-два месяца проводятся. У нас же, извините за глупый вопрос, это же официальный вид спорта? Автомоделированный телеканал или на каком он, какой статус у него? В процессе разработки этого. Есть, например, радиолюбительский спорт, да? Там радиолюбители общаются. Там же мастер спорта, да. Да. Там можно получить мастера спорта, да. Если мастера спорта дают, это все-таки, наверное, официальная штука. Он официальный спорт, но... С нюансами, так скажем. С нюансами, скажем так, да. В последнее время на Урале активное развитие проходит вот данного направления. К нам, ну, у нас пока в стадии разработки федерации. Ну, об этом чуть позже поговорим, да, это будет как составляющая. У вас-то есть возможность ездить на эти соревнования? Да. Вы участвуете? Ну, вот можно рассказать про конкретный пример? Евгений, когда последний раз? Последний раз мы ездили в Глазов. Удмуртская республика. Да. Это мы ездили в... В мае. В мае этого года? В мае этого года. Относительно недавно, да. Но в связи с коронавирусными ограничениями были прикрыты все эти мероприятия. Тут вроде послабление дали, и вот они в первые же попавшиеся, как бы... Улечились возможности. Организовали, провели, да. В чем суть соревнований? На скорость, время? Траектория, по которой... Ну, трасса, по которой ездят модели от двух до десяти участников, и, соответственно, за определенное время нужно проехать как можно больше кругов. Угу. Показать лучший результат по количеству кругов именно, да. А не на время. Нет, там не на время. На время это немножко в других дисциплинах, но у нас это в трофе в основном используют такой критерий. Ну, и в других областях такие-то соревнования проводятся. У нас тоже, к сожалению, такого не было. Ну, и как результат? Как вы участвовали? У меня ребенок первое место занял в своем классе, я четвертый. Четвертый. Да, но у нас немножко разные возрастные категории. Ну, понимаю. И, соответственно, и для детей, и для взрослых тоже проводится все. И для детей, и там дальше по классам моделей тоже разные. Угу. Досмотр, осмотр моделей непосредственно перед участием в соревнованиях с специалистами осуществляется, да, на предмет каких-то интересных вещей? Как регламент, согласно которому модель должна быть определенных критериев. Соответственно, определенный размер колес, не больше. Обмеряют ее, измеряют там. Ну, они в основном в спорте, они плюс-минус стандартного размера идут все. Ну, там уже разница только в электронике бывает, но при этом мотор должен быть определенной мощности, не больше. А о каких вам о мощностях идет речь в этом виде спорта? Так, по сравнению с большими, так, чтобы машинами тоже сравнить. С большими как-то перевести. Ну, в ваттах, в ваттах, естественно, да. Да, в киловаттах. Получается, ну, вот в спорте от двух тысяч. От двух тысяч ватт? То есть, или от двух киловатт? От двух киловатт. От двух киловатт, получается, да. До двух шестьсот. Ну, это достаточно серьезные показатели. Ну, то есть, модель развивает скорость до 70 километров в час. А фактически это боевой снаряд, который весом от четырех до пяти килограмм со скоростью 70 несется. Ну, это тоже надо. И эти 70 он набирает там за полторы секунды буквально. Ну, это да, это особенность как раз-таки электрики. Вот, и, соответственно, там на соревнованиях есть квалификационные заезды, где распределяются места на финальные заезды, и дальше уже три обычных финальных заезда, и появляется победитель по двум лучшим результатам. Что вручают обычно на таких турнирах? Официальные награды? Грамоты, медали. Ценные призы, подарки от спонсоров, если это возможно. В Мурке у них немножко более развито. У них на базе проводятся такие соревнования, базе Дома культуры детского. Где есть это направление технического творчества. Да, у них там есть и кружок, и есть и руководители этого кружка. У них активно поддерживаются администрации области, и города, и спонсоры у них тоже им помогают в плане создания. И гранты они также выигрывают. То есть у них более развито, чем, скажем, в нашем регионе. Евгений, не единственный, кто участвует в соревнованиях? Нет, мы все ездили. Все ездили. У вас, Илья, опыт, когда был предыдущий раз? В прошлом году, летом, там у двух людей был технический скот, за счет этого я занял первое место. Это поломка была, да, как это? Да, да, да. И мне почетно выдали первое место. Ну, я понимал, что я незаслуженно получил. Фортанулы, что называется. Это удача. На соревновании это удача. Никто не может никогда предугадать, что случится с моделью. Ты к соревнованиям модель в любом случае готовишь, ты там амортизаторы перезаливаешь, ты дифференциалы перезаливаешь, ты проверяешь все настройки, все болты, винты, чтобы ничего не открутилось, все где-то на фиксатор садишь. Но это все-таки контактный вид спорта, и модели друг с другом сталкиваются, плюс поверхность неровная, все-таки не по асфальту ездят, а по грунтовой трассе. В общем, физические такие, да, обычные, элементарные параметры. Да, и сломать, может, все, что угодно, и если у тебя есть с собой запасные части, то ты, ну, да, ты можешь проиграть один заезд, сойти с него, но во время перерыва, если ты успеваешь подчиниться, то ты можешь ехать в следующем заезде, а бывает, что запчастей просто нет, и, соответственно, все для тебя. На сегодня соревнования закончились. Вынужден, да, сходить с трассы, что называется. А у вас, Сергей, есть удачный опыт выступления на соревнованиях? У меня немножко по-другому, к быстрым тачкам, скажем так, я немного равнодушен, было интересно, да. Вас не привлекает большая скорость? Да, ездили иные соревнования, но что-то немного не то, и на данный момент я остановился на трофе тематике на внедорожниках. То есть это серьезная трасса, там, с грязью, с водными преградами? Да, с грязью, совсем, вот это, как бы, больше интересно. Ну, где важна не скорость, а именно частота прохождения препятствий без переворотов, без, так скажем, ну, как в реальной жизни, там, нельзя трогать машину рукой, то есть если она едет, она должна ехать сама. Главное, задел рукой, да, ты получил штрафные баллы сюда. А, кстати, какие ограничения на соревнованиях существуют? Ну, я понимаю, что там не уследить, и контакт все равно будет, но так или иначе, там, дорожно выдавливать соперника или что-то там. Возможно ли такое? Такое возможно, на соревнованиях всегда имеются судьи, то есть они этот отслеживают. Также на соревнованиях присутствуют маршалы, люди, которые по трассе стоят, дежурят. Если модель перевернулась, то ее спортсмен, он стоит обычно на подиуме на высоте, там, 2-3 метров над трассой, чтобы ее можно было видеть. Да, потому что, ну, размер трассы обычно там 20, там, на 15 метров, на 30 даже. В Москве, соответственно, они больше, у них там подиум порядка на высоте, там, 4-5 метров. Ну, там, чем выше, тем большую территорию ты можешь оглядывать, я понимаю. Да, да, но пилот же не может с подиума бежать и переворачивать модель, поэтому на трассе всегда присутствуют еще, помимо судей, еще маршалы, которые... А маршалы, это твой напарник или это посторонний человек? Нет, это посторонний человек, отдельно, но обычно используются... От организаторов, да, просто? Нет, это обычно пилоты из другого класса, то есть вот между заездами пилот из другого класса, он идет маршалей, потом его заезд, он, соответственно, идет на подиум, а я стою на место маршала. И по очереди получается вот таким образом, и они вот переворачивают модель. Потому что трасса же сложная, она с поворотами, с трамплинами, прыжки, различные препятствия сложнее, тем интереснее. Как вообще, сложно ли научиться направлять, управлять моделями? Историй было много. С такими-то, с такими-то чуткими органами управления, как у настоящего автомобиля. Неподготовленный человек, он ни за что ведь не сможет. Это все как бы со временем, потихонечку привыкаешь. Главное, привыкнуть как большой машине к плавному газу, понять, что это такое. Ну и бывали такие случаи, когда можно просто перепутать машину, ты смотришь, вроде бы она твоя, а ты смотришь на другую, газ даешь, и она уже в стену дома улетела. Это когда на одних и тех же частотах, собственно. Нет, это когда машинки примерно одинаковые, ты просто потерял свет. Вроде моя тоже была белая, смотришь на нее, поворачиваешь, а она не поворачивает и летит в стену. Ну и приходится потом, да. Чинить, ремонтировать, конечно. Чинить, естественно, да. То есть это все, тут все человеческий фактор. То есть самое главное понять, реакция, как привыкнуть к удобному пульту, это брать для себя удобный пульт в первую очередь, чтобы самому было удобно. Ну и поддерживать форму, видимо, тоже очень важно. То есть если ты несколько дней, недель, ты не прикасаешься к этому, то все равно навыки уже, наверное, теряются. Руки забывают. Да, ну это, наверное, по аналогии с вождением автомобиля, да, когда ты недельку не поездил, что-то как-то ты потом не слишком себя уютно в кресле чувствуешь, водительском, но ничего, постепенно вспоминаешь, привыкаешь. Да, все верно. Точно так же приходится навыки нарабатывать. По поводу запчастей, все прекрасно понимаем, что в последнее время с ними стало тяжело, модели требуют, собственно, и замены, и ремонта, и так далее. Вот до начала передачи вы сказали, что Сергей изготовлением собственных деталей стал увлекаться. Давайте поподробнее об этом поговорим. Сергей. Еще год назад мы начали делать диски для радиоуправляемых трофи-моделей. Диски тормозные? Нет, настоящие. Колесные диски. А, колесные диски, боже мой, да. Я просто не так давно занимался обслуживанием автомобиля, у меня почему-то сразу пришли на ум тормозные диски. Так, а почему именно диски? Потому что, как бы, их, во-первых, было не так много, и основная масса у нас красивых и хороших получалась покупать только за границей. Это у нас Америка и Европа. Даже не Китай, к которому мы привыкли, да, в разных сферах держат полемоперест. Немного нюанс другой получается. В трофи-моделях мы ставим полностью, как бы, все диски, все колеса, именно, чтобы подходили как настоящие. То есть точная копия. Стараешься делать точную копию. Вот, и частенько, допустим, если в Китае... Точную и уменьшенную копию даете. Да, в Китае у нас есть диски, но на этих дисках катается вся Россия, и они у всех. А хочется что-то своего. Своего эксклюзивного. Да, именно вот такого, именно вот с таким рисунком, и потихоньку-потихоньку пришли к тому, что начали выпускать диски. А как это все делается? Я сейчас держу в руках, очень приятно. Это все на станках? Это на ЧПУ-станке делается. Да, у нас с программным управлением все, да? Угу. Сколько это стоит, это изделие, диск? Это комплект дисков стоит 200 долларов. 200 долларов, ну, соответственно, умножаем по нынешнему курсу и получаем, ну, понятную сумму, да. Ну, это точная копия American Force, американских дисков. Я боюсь спросить даже... Я извиняюсь, я думаю, что как бы то, что это в России сделано, оно дешевле, чем... Либо по качеству, на уровень выше, чем даже американское, а по цене оно даже дешевле бывает. Дешевле, чем произведенное за рубежом. Я даже боюсь спросить, а на это покрыточка надевается бескамерная? Да. И точно так же накачивается, как колесо? Нет, там стоит внутри поролон. А, поролон, да. Накачивать не надо. Не надо. Хоть одной-то проблемой с заботой меньше, еще и жопшины не прокалывать, да, чтобы потом... Ну, там немного другие заботы. Опять же, подбираем поролон по жесткости. Если машина тяжелая, то, соответственно, жестче поролон ставим. Если машина легкая, то меньше, потоньше поролон ставим. То есть, как бы за счет этого смотрим и подбираем. Ну, соответственно, наверное, от трассы потом зависит. Если трасса труднее, то как принято ведь, чтобы шины были немножко помягче, чтобы они лучше цеплялись за трассу? Или, не знаю, тут не действует этот закон? Тут действует и на данный момент в выборе резины. А, резина. Не столько диски важна, сколько сама резина. Рисунок резины, да, конкретный там протектор? Да. Резина точно так же, как бы, скопирована с настоящих моделей резины. То есть, тот же самый Гудрич. Но, опять же, нюанс какой. Пока ты на ней не поездишь, ты не узнаешь, как она себя ведет. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Полчаса уже прошло нашей беседы. Скоро продолжим. Программа выходит при поддержке сети АЗС Движения. Трасса 101 Продолжаем нашу программу. Беседуем мы сегодня про автомодельный спорт. И в студии у нас в гостях активисты и представители сообщества RC Club 43 Киров. Сергей Семенов, Евгений Литвинов и Илья Галанин. В группе вашей во Вконтакте я прочитал, что у вас есть планы сейчас создавать федерацию на автомодельного спорта Кировской области. Для чего? С какой целью? Что это даст? Какие возможности откроют? Попытки, я знаю, были и до этого выйти на такой уровень, но до 2022 года как-то не было успеха в этом отношении. Евгений. Федерация нужна для того, чтобы можно было разговаривать, грубо говоря, с государством. Государство не с частным лицом. Какие-то проекты и гранты никак не контактируют. То есть получать в том числе государственную поддержку, да? Ту или иную, административную, финансовую. Поэтому вот решили этим вопросом заморочиться. Ну и также при наличии федерации в области можно уже выходить на общероссийский уровень. Общаться с коллегами из других регионов, договариваться. Помимо того, чтобы общаться, мы можем на своей территории уже проводить общероссийские соревнования. Без федерации никто просто к нам не поедет. То есть один из этапов Кубка России, либо чемпионата России. С неорганизованным сообществом никто не будет работать, да? Нет, поэтому вот федерация в том числе и для этого нужна. Ну а дальше популяризация и пытаться продолжить развитие. Где-то попытаться построить уже трассу у нас, которая соответствовала бы требованиям для проведения чемпионата России, либо Кубка России. И чтобы к нам приезжали в том числе. Поэтому вот... В какой сейчас стадии находится этот процесс? В стадии федерации документов. Оформление документов. То есть вы оформляете конкретное лицо, очередители. Да, мы уже подали документы, они где-то... Должность президента будет, как это бывает обычно в федерации. Да, у нас там получается 6 человек, 5 человек в федерации, ну как это, в управлении. Нас трое, как раз таки мы втроем, и еще из кордовых моделей там 2 человека. Когда процесс может быть завершен, когда новость радостная может появиться уже, потому что федерация создана? Планируется к концу августа, начало сентября. Потому что в том числе с федерацией, прям вот, ну скажем так, она активно сейчас, этот вопрос стал решаться, потому что в сентябре будет проводиться этап Кубка России по кордовым моделям на базе СЮТ. В станции иных техников. На Дзержинского. Ого, здесь у нас, да, у нас в городе. То есть вы вот хотите, чтобы к этому моменту... Организационные моменты были решены. Ну вот мы до начала передачи разговаривали о том, что вы ведь далеко уже не первый год с властями Кирова и области общаетесь, и пока, увы, все ограничивается только обещаниями, и вам бы хотелось действительно какую-то конкретную поддержку и помощь получать. И в том речь шла, и в том числе речь шла о конкретном месте, где могла бы федерация разместиться, но, увы. А коллеги из других городов, что в этом отношении говорят? Подсказывают ли, помогают, предлагают ли помощь? Они какой путь прошли? Они вот точно так же. Бились, 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 да? Бились, 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 пока федерацию не сделали, с ними никто не разговаривал. Я не единожды, даже просто к депутатам подходил, говорю, я активист, мне вот интересно, я болею этой темой. Есть ли возможность нам каким-то образом посодействовать? На что мне отвечали, ты вроде как бы кто? Частное лицо? Мы вроде с частным лицом, но никак не можем тебе ничем помочь. Будет НКО, либо какая-то организация, вообще без проблем приходи, порешаем, подумаем, все можно сделать. Поэтому вопрос этот так висел. Можно было сделать типа филиала из федерации, ну я по крайней мере лично разговаривал. То есть под чьим-то крылом работать, да? Под чьим-то крылом, да, из Самары, у них федерация есть, они нам предлагали, вроде мы можем сделать вас филиалом нашей федерации, но там единственное было условие, чтобы был кружок, который, ну соответственно активно функционировал, но пока... Кружок как для детей, так и для взрослых, или как для детей? Да, то есть он должен был как секция быть. Ну понятно, да. Но не было возможности эту идею пока реализовать, поэтому была отложена. Сергей, можно громче подсказывать, да, подсказывать. У нас же была поближе. Два года назад секция. До ковида, да, действительно у нас была. И я, скажем так, по личной инициативе пошел просто в школу к ребенку, к директору. Ему объяснил, что вроде вот так и так есть идейные вдохновители, есть ребята, которым интересно, ну в том числе и мой ребенок. И директор пошел на условия, ну вот как бы он нас пустил, причем на безвозмездной основе, просто потому что ребенок учился в его школе. Я как бы ему сказал, что дети, если из школы придут, мы будем им рады. Ребята с магазина поддержали нас моделями, также мы были закуплены ковры. Мы все это организовали, у нас кружок, как раз это вот началось все до ковида, полгода. Кружок 18-19, наверное, да, примерно? Да, у меня ребенок как раз в первый класс пошел. Это было в 19-м году. И вот мы полгода стабильно, с воскресенья на целый день у нас с 10 до 6 вечера кружок был. Все, кто хотел, без проблем приходили, особенно те, кто... Это было в зале, в помещении, то есть независимо от погоды. В любую погоду и в любую время года можно было встречаться. В любую погоду, в любую время года, да. В воскресенье стабильно проводилось летение. И совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно, да. Для всех желающих. Кто-то приходил, ну, у кого модели были, то есть они приходили, катались, тренировались. Соответственно, дальше мы ездили на соревнования в ту же Адмуртию, потому что у них там регулярно в Ижевске уже проводились соревнования. И база хорошая, подготовленная, да. Ну, да, у них там станция юного техника очень активно развита, и они ездят по всей России на соревнования. У нас, к сожалению, такого нет. А у нас были прокатные модели. Ребята, кому интересно было, они приходили, они пробовали. Если им это было интересно, их это затягивало, они могли либо сходить тут же к ребятам в магазин, купить такую же модель, либо продолжить ходить у нас. Ну, единственное было условие, что сломали, соответственно, ремонт за ваш счет. Ну, там ремонт выходил копеечный, поэтому это не критично было, ну, и фактически ничего не ломалось. Вот и нет рук мороженок там, грубо говоря. Ну, да. Ну, у нас же сейчас известно, что... А из-за ковида это все, как бы, все кружки прикрыли, вообще не то, чтобы нас прикрыли, а вообще в городе все. Ну, вообще приостановилась жизнь, можно сказать, и спортивная, и культурная. Да, и у нас, собственно говоря, как бы все это тоже прикрылось, и мы все дружно взгрустнули и ходили, ну, вот где-то по вечерам только на улице собирались небольшими компаниями, и все. Ну, вот сейчас надеемся на то, что действительно оживится, да, движение. Ну, очень на это надеемся. Мы же знаем, что у нас с 1 сентября будет на уровне правительства там организационные изменения, когда Министерство спорта и молодежной политики, это будут отдельных два ведомства. Возможно, спортивное ведомство проявит более какое-то пристальное нанимание к вашим персонам. На них и нацелены, в том числе, но с нами, как с физическим лицом, никто разговаривать не будет, поэтому и была идея, ну, как бы, федерацию все-таки ее завершить, ее создание. Ну, надеемся, что в ближайшее время, да, поступят какие-то положительные новости в этом отношении, и вам удастся добиться желаемого. Сколько сейчас вообще насчитывает вот это движение в Кирове участников? В той же группе ВКонтакте я посмотрел, ну, несколько сотен участников, но понятное дело, что не все, наверное, обладают этими моделями, кто-то просто интересуется. Да, тут просто надо разделить, есть активные, есть пассивные, у кого-то просто машина есть, кому это просто интересно. Сколько активных? Если кому это просто интересно, то их там тысячи человек, а активных, ну, больше ста, это точно. Больше сотни? Да, это кого отлично мы знаем и с кем общаемся, ну, точно больше ста человек. В том числе общение проходит на базе магазина, о котором мы недавно упоминали, да, можем сейчас рассказать, где с вами можно познакомиться, куда прийти. Воровского, 119, бывшее здание Росбанка, не доезжая до Большого Глобуса, одну остановку. Там магазин уже с 2013 года, почти 9 лет уже будет, в этом году уже 9 лет было. Скажем так, это отправная точка. Оттуда все начиналось. Оттуда все начинается для всех, в принципе, потому что это единственный магазин в городе, где как бы именно радиоуправляемые модели продают. Не игрушки, а модели. Ну, и в том числе и игрушки, и также ремонтом занимаемся, то есть большой опыт, не только модели чинить, но и как вот в начале передачи проговаривал, то, что на обычной игрушке же никто запчасти не выпускает. Но в силу того, что мы этим плотно занимаемся, также у нас есть разбор, то есть то же самое, как и есть авторазборки, у нас свои есть, так скажем, детские разборки. Где можно бывшую в употреблении деталь, механизм какой-то нужно. В разборной шестеренке, да, и то есть за счет этого можно другие машинки чинить. Не только машины, вертолеты, квадрокоптеры, то есть все, что на радиоуправлении, все, что можно представить, это роботы, вертолетики, лодки, танки, все на пульте. В общем, все, что движется, передвигается. Все, что подвластно пульту управления, да, все есть у нас, и мы всем этим занимаемся, и ремонтом, и обслуживанием. Мы как-то, не знаю, привыкли говорить, что это мужское занятие, а женщины, девушки, жены увлечены этим, да? Конечно, мало. Конечно же, в основном мужчины, но девушки, ну, процентов может быть 10. Но я так понимаю, что основной костяк, это все-таки папа с детьми, наверное, да, с сыновьями, да? Очень часто приходит мужчина вроде как, спрашивает, что ты можешь подсказать? Да, да, я, говорит, ребенку выбираю. Сколько лет ребенку? Он еще, говорит, не родился. На вертолете хочу уже сейчас, да. Или сколько лет ребенку, это 35 будет скоро, да. Поэтому это как, нормально, просто кто-то, может быть, чуть-чуть стесняется, кто-то нет, ну, все равно это нормально, то, что мы, мужчины, мы особо не взрослеем. Ну, снаружи, да, взрослые, в душе мы все равно дети остаемся, хочется свои мечты реализовывать. Ну, да, как в известной поговорке, что не бывает взрослых мужчин, это постаревшие мальчики, да, просто они внешне изменились. Просто их игрушки становятся дороже. Да, в душе они все теми же мальчиками остаются, школьниками, которые хотят еще побегать, как в известной песне «Голубей» погонять и так далее. Спасибо, много информации, я надеюсь, сегодня полезной было для наших слушателей, вот так незаметно пролетело наше время. Еще раз напомню название сообщества, ВКонтакте, можно туда прямо заходить, да, выйти с вами на связь, RC Club 43, Киров, легко найти. Ну, и вот, собственно, адрес конкретный сказали, Воровского, 119. Магазин Drive+. Да, Drive+. Спасибо, благодарю наших гостей, Илья Голанин, Сергей Семенов и Евгений Литвинов. Ждем новости о создании федерации автомодельного спорта, да, и если все получится, то обязательно еще встретимся. Всего доброго, до свидания. До свидания. Всего доброго. Трасса 101.